Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. В Кирове разыскивают посетителей частного детского сада. Это связано с расследованием уголовного дела по факту невыплаты зарплат сотрудникам учреждения «Радуга мечты». По версии следствия, почти в течение года директор частного детского сада, работавшего на Чернышевского 7 и Орловской 4, четырем работникам своевременно не выплачивал деньги. Сейчас проводится комплекс следственных действий. Кировское следственное управление просит кировчан, чьи дети в период с июля по октябрь 2020 года посещали «Радугу мечты» и оплачивали услуги. Дали информации от наших партнеров. Уверены ли вы, что оптимизировали в вашем бизнесе все? Что правильно оцениваете партнеров и получаете от клиентов возможный на данный момент максимум? Мы с руководителем компании «Бухгалтеры Я» Татьяной Максимчук продолжаем освежать или восполнять базу знаний по ведению бизнеса. Сегодня речь об учете, видов которого есть несколько, но не все о них знают. Самый главный, по сути дела для компании учет, это бухгалтерский. Он формирует необходимую базу и делает сбор данных для формирования остальных видов учета. Есть еще налоговый учет, он только для налоговой, но самый главный для бизнеса учет – управленческий учет, который формирует те цифры на основании данных бухгалтерского учета, которые нужны собственнику для принятия решений. Зачастую в компаниях ведется несколько учетов. Управленческий учет отдельно, а бухгалтерский учет отдельно. На самом деле это неправильная позиция. Лучше сразу бухгалтерский учет, чтобы формировал те данные, которые будут использоваться потом всеми службами, финансовыми, экономическими, собственникам. Управленческий учет в каждой компании индивидуален, навести порядок в финансах и впоследствии улучшить управление бизнесом проще с профессионалами. Компания «Бухгалтеры.Я» поможет проанализировать ситуацию, выстроить систему сбора и анализа данных, и отчетность у вас будет регулярной и понятной. 213-112. Обращайтесь. Или заходите на сайт bухгалтер043.ru. На этом все. У микрофона работала Ольга Болезина. Программа «Экономика» на 101ФМ.